Рубль крепчает. Тест на проверку татарского языка. Загадочный день. Пятница 13-я. Предфинальный аккорд дня первокурсника. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Камила Насырова. В Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике Казанский Кремль на территории бывшего Спаса Преображенского монастыря проходит научно-популярная выставка «Наука» крупным планом. На стендах представлены самые интересные разработки ученых Казанского федерального университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» за последний год. Успейте посетить выставку, она продлится до 15 октября. Еще в середине августа Кабинет министров РФ собрал экстренное совещание с крупнейшими экспортерами. Курс рубля вырос до 100 рублей за доллар. Это первый случай с 2022 года. Но совсем недавно доллар начал проседать, а рубль укрепился на бирже. Чего ждать дальше? Президент России Владимир Путин подписал указ о введении для экспортеров обязательной продажи валютной выручки. С 12 октября главные и крупнейшие экспортеры продают иностранную валюту, чтобы понизить курс рубля. Это уже начало приносить свои плоды. На утро того же дня курс доллара упал до 97 рублей, а евро – до 103. Это укрепило российскую валюту. По прогнозам экономистов и финансистов, к концу года можно ожидать и более низких значений доллара – от 88 до 92 рублей. Валютный контроль – некий спасательный круг для России, ведь благодаря ему можно улучшить соотношение валют. Введение обязательной продажи валютной выручки должно помочь вернуть курс рубля к более комфортным значениям, то есть снизить курс доллара и евро, за счет того, что часть валютной выручки, которая в данный момент не продается компаниями, то есть не поступает на рынок, не формирует соответствующее предложение, будет на рынок поступать. Ну а, соответственно, если будет больше предложения, то и будет ниже цена на иностранную валюту. Валютный контроль – надзор за всеми операциями импорта и в основном экспорта страны. Как говорят экономисты, это не самая выигрышная стратегия, но кратковременная. По словам специалистов, такой способ нельзя применять в течение длительного времени. Так может начаться неформальная деятельность. Предприятия просто не будут показывать свою полную выручку от экспорта. Это может привести к еще более сильному падению рубля. Для предотвращения незаконных сделок по экспорту в российском законодательстве предусмотрены административные наказания. Это должно понизить коррупционные схемы среди крупных предприятий на рынке. В тему валютного контроля и валютного регулирования входят очень много разных мероприятий, в том числе и ограничение на совершение тех или иных операций, запрет на те или иные операции, и ограничение сумм соответствующих операций. А также, в том числе, одной из мер валютного контроля является обязательная репатриация экспортной выручки. То есть, компании, которые продают что-либо заграничным партнерам, обязаны полученную выручку возвращать в страну. Экономисты сходятся в мнении, что возвращение доверия к курсу рубля будет происходить долго и тяжело. Указ о валютном контроле позволяет на короткое время стабилизировать положение рубля. Также специалисты прогнозируют, что к 2025 и 2026 году один доллар будет стоить 100-105 рублей. Однако смотреть на российский рубль как на защитный актив пока не стоит. Карина Саяхова, Николай Асуховский, Фариза Хитагуи, Универньюс. На базе Института филологии и межкультурной коммуникации прошла ежегодная всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке. О том, что собой представляет диктант и кто принимает в нем участие, расскажем в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялась всемирная акция «Татарща-диктант-2023». Подобные способы привлечь молодежь к изучению татарского языка не только в Татарстане, но и в мире реализуются уже не в первый раз. У студентов есть возможность сдать диктант в очной форме, находясь в аудитории, а также принять участие дистанционно с компьютера, установив татарскую раскладку на клавиатуре. Также будут работать площадки во всех субъектах Российской Федерации, в странах зарубежья и в районах Республики Татарстан. В прошлом году диктант написали участники из 31 страны и 74 регионов России. Всемирная образовательная акция «Татарщий диктант» в этом году проводится восьмой раз. Вообще, как эта инициатива произошла, скажем, по подобию тотального диктанта на русском языке, мы тоже как-то, молодежь, пять человек собрались и подумали, почему татарский язык, он как-то в день рождения Габдулы Тукая 26 апреля вспоминают, столько мероприятий, столько поэтических конкурсов, а день татарского языка может быть в принципе в любой день. Поэтому по заполненности осени мы подумали, что надо именно татарским диктантам начинать как раз и учебный образовательный год. Цель этой акции – повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверке орфографических и грамматических ошибок и популяризации филологов и преподавателей татарского языка. Для студентов это прекрасная возможность попробовать свои силы в написании татарских слов и выражений и узнать свой уровень грамотности, будучи носителем языка. В этом мероприятии я уже участвую не первый год, даже если честно, я не знаю, когда я впервые участвовала, потому что со школьных лет я уже активно пытаюсь участвовать тут, проверить свои знания и узнать свой уровень знания татарского языка. И не только. Это такое мероприятие, которое сплочает всех, кто интересуется татарским языком. И это такая возможность проверить свои знания. Результаты диктанта публикуются на сайте не позднее 30 дней после его проведения. Их можно узнать с помощью номера телефона, который будет указан в бланке, и фамилии, имени и отчества участника. Организаторы ежегодной акции – Всемирный форум татарской молодежи, Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Казанский федеральный университет и Институт филологии и межкультурной коммуникации. В этом году было принято решение слегка изменить систему оценивания работ участников. Оценки 2 теперь не существует. Вместо нее проверочная комиссия пишет на бланке рекомендаций для студента, не отбивая у него тягу к изучению языка, не прививая страха перед плохой оценкой. Мы тоже в течение этих 8 лет идем экспериментальным путем, так скажем. Пару лет назад отказались от двоек. То есть мы, если много ошибок, просто человеку пишем рекомендацию. В общем, такие комментарии, что молодец, нужно читать больше художественной литературы, ты молодец, в общем, чтобы у людей не было психологического фактора, чтобы не боялись языка. Резюмируя вышесказанность, становится ясно, что всемирная акция «Татарщий аддиктант-2023» это прекрасная возможность узнать что-то новое как для студентов, так и для преподавателей татарского языка в республике и за ее пределами. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Из года в год пятница 13-я вызывает ажиотаж у большинства людей. Пока одни остерегаются денежных переводов, подписания договоров или вовсе отказываются выходить из дома, чтобы не наткнуться на какие-либо неприятности, другие лишь усмехаются над подобными суевериями. Уже много лет пятница 13-я служит источником тревоги и суеверий. Именно в этот день принято постоянно быть начеку, готовиться к неприятностям и стараться остерегаться каких-либо неудач. В настоящее время существует несколько версий, почему пятница 13-я обрела дурную славу и послужила причиной возникновения фобий у людей. Первая из них связана с религиозными представлениями. В христианской традиции 13-м апостолом на Тайной вечере был предавший Христа Иуда. Негативное отношение к пятнице христиан возникает и из-за того, что именно в этот день Иисус Христос был распят. В 20-м веке страх людей не угас, а только увеличился. В 1907 году американский писатель Томас Лоусон издал роман под названием «Пятница 13-я». В честь литератора в том же году было спущено семимачтовое парусное судно, которое так и не достигло конечного пункта назначения, затонув у берегов Англии именно 13 декабря. Это соединение двух суеверий. Суеверие раз – это суеверие пятницы, и второе – это суеверие числа 13. Соединение же «Пятницы 13-го» – это, собственно, плод литератора и коммерсанта Томаса Лоусона, который в 1907 году пишет книгу «Пятница 13-я». И именно это название занимает заголовки газет. Причем, самое интересное, именно «Пятница 13-го» ее и запустили в продажу. Страхи людей в этот день связаны буквально со всеми начинаниями. Поэтому в пятницу 13-е суеверные стараются не приступать к новым делам. Иначе совершенная поездка окончится бедой, заключенный брак вскоре развалится, а подписание договоров приведет к скорому расторжению. Существует даже специальный термин – паруская видеокатриофобия. Считается, что если заучить это слово и четко его выговаривать как скороговорку, то все несчастья будут обходить стороной. Как отмечают психологи, в основании страха лежит ожидание. Дело в том, что средства массовой информации создают поле, задающее эмоциональный настрой у зрителей или читателей. И в зависимости от того, что потребляет человек, и насколько сильно он верит в услышанное или увиденное, появляются страхи или, наоборот, не поступает какой-либо реакции. Есть люди, которые более внушаем, более впечатлительны, которые реагируют, ведут себя в соответствии с ожиданиями. И вообще человек – существо ожидающего. Мы потому и люди, что у нас есть ожидания, у нас есть установки. Мы еще не видим, но мы уже выстраиваем определенное кангу, определенное направление, как это видеть. Верить суеверие или нет – дело каждого. Интересно, что 13 считается несчастливым числом далеко не везде. Например, в Китае, Индии, Японии или Корее его считают удачным. Поэтому, несмотря на какие-либо страхи и опасения, связанные с этой датой, пятница 13 может стать лучшим днем в году для тех, кто не подается мистическим смыслам и не зацикливается на негативном восприятии. Для меня это счастливый вообще день. Вообще 13 число – это счастливое число для моей семьи. У меня сестра родилась 13 января, например, дедушка 13 марта. Ну, то есть типа 13 – это всегда сопутствующее. И всегда, когда у меня важны какие-то события, и это происходит в пятницу 13, моя мама говорит – Диана, удачная твоей стороне. Все суеверия вокруг пятницы 13 в значительной степени являются результатом негативных событий, которые произошли в этот день в разное время и в разных местах. Возможно, причина дурной славы пятницы 13 отражает человеческий страх перед неизвестностью и непредсказуемым будущим. В конечном итоге, однако, это просто суеверие. И каждый человек решает, верить в них или нет. Кристина Отёгина, Александр Кузнецов, Универньюз. В четверг, 12 октября, прошел предпоследний концертный вечер в рамках молодежного фестиваля «День первокурсника» Казанского университета. В сюжете вы узнаете о том, как готовились номера и что происходит за кулисами сцены Большого зала культурно-спортивного комплекса «Уникс». Почти две недели все институты Казанского федерального университета удивляли зрителей и членов жюри яркими концертными программами на сцене культурно-спортивного комплекса «Уникс». 14 октября свои таланты продемонстрировали студенты двух институтов – Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии и Института филологии и межкультурной коммуникации. Лейтмотивом выступления инженеров стала философская история с элементами антиутопии. По мнению артистов, в мире все закономерно. Хорошие люди могут делать плохие дела и наоборот, ведь разделение на черное и белое невозможно. Примечательно, что первокурсники, которые только недавно закончили школу, показали все свое творческое мастерство перед зрителями, репетируя при этом всего месяц. В их программу вошли выступления пластичного театра и театра мод. Я взбудоражен, надеюсь, ребята тоже, потому что им нужно... У них сложная роль стоит. Некоторые играют только отрицательные эмоции, некоторые должны играть только положительные эмоции и больше никак. То есть положительным героям нельзя играть отрицательные эмоции. Злость, ненависть, у них должны быть только вопросительные, допустим. Это максимум. У отрицательных они должны играть положительные эмоции, но будет переломный момент, вы поймете. Студенты Института филологии и межкультурной коммуникации разыграли комедийный сюжет, в основу которого легла история про писателя и его творческий путь. Вокально-инструментальный ансамбль «Муншайн» с песней «Визави» добавил антуражи спектаклю. В течение всего представления главный герой со своими друзьями стремился достичь апогея в своей творческой карьере. В итоге ребята пришли к выводу, что творчество есть путь, а не цель. И после покорения очередной вершины на горизонте всегда появится новое. Репетировали с начала сентября, провели отбор, отобрали самых лучших первокурсников, естественно. И вот на протяжении месяца, даже чуть больше, мы в полную силу тренируемся в ИФМК. Пусть пока ответов нет, но если мое тело храм, я больше его не предам. А через эти трещины однажды будет литься свет. В самый последний день фестиваля 13 октября выступят Елабужский и Набережно-Челнинский институты Казанского федерального университета. Трансляции предыдущих концертов можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте Универ ТВ. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом все. А в студии была Камила Насырова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!